Ом Ти Ви Юэй про головне. Наверное, одна из наших главных серьезных ошибок – это отсутствие реальной нормальной пропаганды, при которой страну мобилизовали. Стремление дать людям прожить спокойно, не чувствовать войны, оно имеет обратный эффект бумеранга, когда не чувствуем войны от слова совсем и не хотим ее чувствовать. И где-то там происходит, но это не с нами. Я просто это сужу на многих уровнях, и потому как люди сейчас отзываются на нужды фронта, слава богу, пока еще хватает людей, кто действительно отдает все, что может, но ведь это же мы понимаем с тобой, что это капли в море. И я уж про чиновников молчу, многие чиновники – это вообще некая субстанция, которую можно наливать в любую форму, и при этом она все равно не будет иметь никакой такопроводности. И вот это самая главная такая проблема, которая сегодня у нас действительно существует. Что видишь, что наблюдаешь, что думаешь? Кстати, это интересно, после всего того, что говорили. А мы закрыли наши военные аэродромы все необходимые инженерными сооружениями, чтобы защитить наши борты? А мы закрыли акватории с БПЛА-опасных направлений? Ну, там, не БПЛА, а там БЭКи, а с этих и тиран направлений? Мы вообще вот все то, о чем говорит гражданское общество так долго, мы вот как-то реализуем? Что-то интересное, вот кто-то проснулся, очнулся? Или мы сейчас браво-урно будем говорить, все сбили? Ну да, правда, от осколков загорелось, чертовой матери, все вокруг, и нет света, но это же пустяки. Вот я себе иногда напоминаю, особенно в этой теме, именно вот такого человека, который, знаешь, ходит и предупреждает, а ему там задумчиво крутят пальцем у виска. Нет никакой работы на аэродромах. Я, к сожалению, бы сказал, что она где-то ведется, но ее реально нет. Понимаешь, то есть легче списать несколько десятков миллиардов на сбитые, то есть на сожженные на земле самолеты. Можно списывать миллиарды на, может быть, они застрахованы, это даже удобно. Там сгоревшую очередную нефтебазу, слава богу, не НПЗ, чем вот заниматься и тратить деньги на то, чтобы действительно создавать то, что называют народным ПВО. Понимаешь, это вот сегодня такой некий тренд. Я уже смотрю, сейчас в Европе уже несколько стран запускают, допустим, Польша запускает специальную систему патрулирования нашей границы на аэростатах. Понимаешь, мы с тобой об аэростатах говорили-говорили, видели эти аэростаты. Их показывали, их демонстрировали, и после этого так, как всегда, начальство отчитались, мощно доложили, и ни хрена. Давайте, напевно, начнемо с ситуации на фронте. Есть тут разные прогнозы. Я уже сегодня цитовал Майкла Кофмана, который говорит, что попереду в Украине, в Украине десь два месяца, пока россияне еще, возможно, будут захопливать какие-то невеликые дылянки территории, зокременно на Донецком направлении. После этого, на его думку, Украина полностью сможет стабилизировать фронт. Чи это сбегается с вашими оценками, и что тогда далее? Если мы оцениваем возможности россиян, то они используют два ресурса, переважно. Это людский и технику, механизованную компоненту. Если говорить про людский ресурс, он в них будет всегда. Поэтому этот показатель они всегда сможут заменять. Но с техникой у них возникают проблемы, и очень серьезные проблемы. И 2024 рік, взагалі, может стать для них решательным в вопросах дальнейшей компенсации втрат в нуль. Втрат самим механизованной компонентой. И в 2024 році ця компенсація будет уже не в нуль каждого месяца, а в минус. И от этого будет зависеть от того, как они будут проводить свои наступальні дії. Те наступальні дії, которые они сейчас проводят, так они наступают, так они захопливают территорию. Но эффективность этих захоплений, эффективность этих просуваний, если сравнивать с 2022 годом, она впала в 80 разы. Вот просто приклад. Хотя військов у них стало больше. У них сейчас 530 тысяч особого склада. Но, в зоне боевых действий. Но при дефиците техники. Поэтому, в принципе, если российское командование поставить задачу наступать будь-якой ценою, они могут наступать пехотную складовую, переважно, и до конца 2024 года, и в 2025 году по окремым ділянкам, исключительно використовуючи людский ресурс, концентруючи его на ділянце, и вложить там якийсь напрямок постійных мясных штурмів. Но, если говорить про загальну войсковую операцию наступального характеру захоплением великих территорий, то дійсно в ней в 2024 році ресурсу на це не вистачить. И есть обмежения по строкам. Я думаю, напевно, корисно навіть дивитися і про що, як оцінюють свої шанси в стані ворога. В них є такий полковник-відставці Міхаїл Ходорьонок. І я пам'ятаю, що він десь наприкінці весни, здається, дав такий прогноз про те, що він буває і з пропагандистів Соловйова і компанії, але і десь публікується і в менш таких заплямованих медіа, якщо їх можна назвати медіа. І він сказав, що це літо стане вирішальним в цій війні, на його думку, тому що або Росія досягне великих успіхів на полі бою і буде робити на цю ставку, або не досягне. І от я не знаю, поки що може рано робити прогноз, тільки початок липня, але що ж буде восени тоді? Росіяни будуть намагатися вийти на якесь припинення вогню, і буде вигідно шукати припинення вогню на вашу думку? Їм в будь-якому разі вигідно, щоб було поставлено на пазу, щоб, скажімо так, припинення вогню не буде ніколи. В 2014, 2015, 2016, 2017 роках ми бачили, що не було ніякого припинення вогню. Постійно відбувалися боєзіткнення, але інтенсивність була зовсім інша. Так само може бути і зараз, але фронт набагато більший. І якщо ми говоримо про умовне припинення вогню, то це зменшення інтенсивності боєзіткнення до фактичного обміну стрілецькими або артилерійськими ударами. От що таке припинення вогню в реаліях? Тобто все одно будуть боєзіткнення відбуватися. Але через зменшення інтенсивності вони будуть втрачати набагато менші техніки. От вилітає F-16, бомбить нашу територію, атакують ракетами, вилітає в условний Жешов, або будь-який інший міст НАТО. Ми атакуємо цю авіабазу і F-16. Який следующий шаг НАТО? Следующий шаг НАТО, вони говорять о тому, що вони будуть займатися випусками ядерними, розширять ядерний арсенал.